Давайте вернемся ненадолго совсем, просто прояснить ситуацию. Майские пожары. Остались люди, которые дали свое согласие добровольно сносить эти надворные постройки, чтобы просто спасти от огня еще, может быть, десятки домов. Им, вы говорили, будет оказана помощь. Сегодня она оказана. Что сегодня с этими людьми? Да, действительно, на протяжении полугода мы переговорили, договаривались, но при поддержке партии «Единая Россия» краевого уровня, при поддержке Игоря Владимировна Перлорова, которая, да, действительно, большое огромное спасибо, и она подключилась к этому вопросу. Нам все-таки удалось найти спонсора, так сказать, я не скрываю, это Сбербанк, который выделил на эти цели для хотя бы маленько частично возместить жителям поселка Степное, которые предоставили, у которых мы снесли надворные постройки для того, чтобы распространение огня пошло дальше, потому что там уже были и социальные объекты, и дальше дома. Нам это удалось, но они не попали ни под одну категорию для возмещения ущербов. С Сбербанка выделил его, с сегодняшнего дня мы тут и пошли. То есть они пошли на карточку жителя. Мы перед этим неоднократно встречались, а крайнюю встречу мы организовали, выехали. Я выезжал, заместители, специалисты, еще раз обошли все эти семьи, все жители, которые утеряли. Ну и в зависимости от потери, соответственно, не сильно. Поэтому то, что я говорил по моим месяцам, да, что все-таки, ну действительно, просто по-человечески жалко этих людей, которые... Да, знаете, и на одной из встреч, когда там все-таки, ну полгода-то тоже много. Тем более это и уже весна, и лето, и посадки, и люди из пот держали, да, и живность какую-то. И утерять это все, это тоже как бы проблема, и было... Да лучше бы, говорит, это все сгорело, и дом сгорел, но зато бы я либо получил бы выплату, да, как полагается, и вернул бы в любое жилье, либо в качестве, в чрезвейке, да. То есть у тех, у кого частично сгорел забор, либо одна стайка, да, те, которые мы снесли, мы дозирами полностью сгуртовали это все. То есть, ну, я еще раз говорю, в зависимости от того, у кого что было, какое имущество, в той и пропорциональности, кому 50, кому 200 тысяч, мы со всеми встретили, со всеми обговорили. Они все согласны? Да, конечно. Спасибо. Ну, хотя бы, вот это мало, и хотя бы, ну, как-то скрасить, да, и перед Новым годом это все-таки выплаты, да. Ну, и как-то помочь людям, конечно. Да, конечно. Ну, вот, единственное, знаете, я уже говорю, да, мы предприниматели, мы как бы разговаривали, как бы... Ну, вроде и обеспеченные люди, мало кто откликнулся на то, чтобы помочь. Вот это вот самое, не то что обидно, а как-то вот в душе небольшая тяжесть в том, что вы, ну, не бедный человек. Ну, никто не мешает там, и стояла сумма конкретная о том, чтобы какую-то помощь оказать. Ну, в силу своих возможностей. Хоть чем-то. Хоть чем-то, да. Кроме, говорю, обидно то, что вот, действительно, но знаем. А как оцените поступок Валерия Андреевича Исаева, когда вот он... Заселяетесь в квартиры и живите, и никуда не уезжайте? Ну, как еще можно объяснить поступок, чисто по-человечески, помог? Да, возможности есть, почему бы не помочь. Ну, помимо того, что он, допустим, и предоставил жену помещение, нужно еще и... Деньги. Да, да. Это, действительно, ну, это окрасит человека. Что и хорошо, и побольше бы таких людей было, которые не остались бы сторонниками. У нас есть, действительно, и предприниматели, которые приезжали, мы встречались, и помощь свою, и предлагали, и привозили, и вещи, и посуду, и... Продукты питания, это все огромнейшее спасибо. И вот эта отрава, что все-таки, ну, таким большинство. Вот это вот такой. Деньги сделано, и современная выясница, очень обо pollen. Может, потерп�� снять ее... ...wegгоникатор, и получится. ... эксперимен. Продолжение следует...